А сейчас новость последних часов. Сегодня в поселке Большой Луг Шелиховского района в результате пожара в частном доме погибли двое детей двух и четырех лет. Известно, что за пару минут до трагедии мама малышей ушла за водой. Когда она вернулась, дом уже горел. Этот пожар пополнит и без того печальную статистику наступившего 2018-го. Уже сейчас количество бытовых возгораний в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тему продолжит Павел Желудев. Этот столб дыма совсем не от бенгальских огней, а следствие пожара в самом центре Иркутска. В доме по улице Красного Восстания загорелась квартира на пятом этаже. За несколько минут стихия распространилась на соседнее помещение и крышу здания. К приезду спасателей огнем было охвачено 100 квадратных метров. Известно, что жильцы квартиры, где возник пожар в этот момент, были в гостях. Однако опасность на этих каникулах поджидала иркутяны со стороны улицы. А причиной пожаров становились в том числе и петарды. Именно такой случай произошел 1 января в одном из домов на улице Мухиной. Фейерверк угодил на балкон восьмого этажа. В квартире в тот момент находились двое детей. Петарда вызвала мгновенное возгорание. Однако, благодаря бдительности случайных свидетелей, трагедии удалось избежать. Всех эвакуировали и все потушили. Не стал препятствием для безответственности и особый противопожарный режим. Его ввели в регионе с 25 декабря по 10 января, как раз ожидая буйства стихии. И вот итог. 81 пожар за 9 дней. Не обошлось без человеческих жертв. Огонь не щадил никого. А общее число погибших уже в два раза превысило показатели прошлого года. Максимум внимания привлекла гибель людей в Тайшете и поселке Усть-Ардынских. В обоих случаях разбирается Следственный комитет. На территории города Тайшета жертвами стали трое граждан. Одной из которых являлась гражданка 59-летняя и двое мужчин взрослых. А второй случай произошел на территории поселка Усть-Ардынский, унижившей жизни двух граждан. В первом случае предварительная причина пожара явилась неосторожное обращение с приборами электропитания. А во втором случае поселка Усть-Ардынский пожар произошел в связи с неосторожным обращением с огнем. Наиболее напряженным выдалось 4 января. На пожарах погибли сразу 7 человек. Способствовало тому резкое ухудшение погоды. В отдельных районах температура опускалась ниже минус 30. Но обогревать свои жилища по всем правилам получалось, как следует из статистики, далеко не у всех. Основные причины пожаров, краткий анализ, который мы проводили, показывает, что те пожары, которые произошли у нас с гибелью людей, это в основном пожары, по причине, причиной которых явилась неисправность электропроводки либо достаточно интенсивная эксплуатация приборов отопления и теплогенерирующих установок. Но эти данные далеко не окончательные. Зима в самом разгаре, а впереди у жителей региона не такие массовые, но все же популярные праздники. И запомнятся они домашним очагом или пепелищем, зависит от каждого из нас. Павел Желудев, Виталий Перетолчин. Новости по будням.